Одно сплошное открытие. И сегодняшний день это тоже открытие для меня. И те встречи, которые здесь сегодня произошли, и те разговоры, которые вот уже сильно заранее начались еще до того, как мы собрались в круговую, все это одно протяженное вот такое открывание, открывание, открывание художника, человека, который сейчас оживает у нас на глазах и начинает жить на самом деле полноценной второй или продолжающейся его жизнью. Потому что жизнь художника – это жизнь его языка, его творчества, его вот того огня, которым он горит, которым он обладел, чтобы выразить свои чувства и мысли. И вот в этом плане я хотела сразу вам, раз уж не начали на выставке, сразу на эту работу вам всем предложить вглянуть. И я тут многим уже это говорила, но ничего страшного, если я повторюсь, наверное. Я считаю, что это до предела лаконичная работа. Не черный квадрат, но это что-то очень формульное, очень знаковое, предельно знаковое. Вот эта работа – это на самом деле дорога жизни. Вот кто что, конечно, видит. Мы тут столкнулись, что все люди видят разные вещи в работах Георгия Александровича Щетинина. И разные планы, и разные глубины, и философские, и человеческие. Были люди, которые тут плакали на выставке, которые просто бились тут в истерике, которые впадали в какой-то транс или в глубочайшую задумчивость. Я видела очень сильное проявление чувств. Вот эта работа, на мой взгляд, это дорога жизни для человека. Потому что я открою для тех, кто не знает тайну, это дорога в мастерскую Георгия Александровича. Это вот дом, где на Фрунзенской набережной сталинские такие довольно унылые такие дома, которые считаются почему-то хорошими домами. Они такие довольно сурово унылые, но для него это была самая-самая главная точка схода от всех его путей, потому что ему главное было оказаться там, закрыть там дверь, на этом получердаке, в мансарде своей, закопченной, прокопченной, спатиной времени, где все настроено на работу, где нету никакой абсолютно мещанского быта и никакого стремления к какому-то аккуратизму и чистоте, а там высшая чистота устремления человека. Он приходит, и там все для его работы. И стол, которого там сфотографирован Артемом, последняя фотография мастерской, как вот, не знаю, как посмертная маска такую же роль играет. Вот эта фотография стола, это, я считаю, важнейшая тоже на этой выставке экспонат. И вот про мастерскую я хотела вот с этого начать, поскольку работы, которые мы видим здесь, они были в этом отгороженном от мира в небольшом пространстве мастерской. Их никто не видел почти. То есть вот за время вот этой выставки я смогла насчитать, плюс то, что я знала, и то, что как бы услышала на вечере открытия, я насчитала пока 17 человек, которые бывали в мастерской щити из всего человечества. Ну, кроме родственников. Родственники не пришли сегодня, как вы видите. Ну, и его кор абсолютно им, но вот они были на открытии, и они все, все они в один голос говорили, что они недопонимали Георгия Александровича, и что они его любили очень нежно, по-родственному, трогательно, но при этом некоторые из них, вот внучка вообще не видела этих работ. Ну, практически, если они видели, то они их не видели. Ну, а вот я насчитала 17 человек, кто был в мастерской, и кто как бы увидел эти работы. Сейчас нас стало гораздо больше. Вот. Я думаю, что вот хочу всех поздравить с этим началом новой жизни мастера, и я очень надеюсь, что она будет, что это только как бы его младенчество, поскольку дальше должно быть нарастание внимания к нему, привлечение его внимания к себе, поскольку он достоин самого глубочайшего внимания. Самого глубочайшего. Он должен, конечно, оказаться обязательно в лучших музеях нашей страны желательно, хотя бы, чтобы он вообще не растворился вообще в прироздании. Желательно, чтобы в наших лучших музеях он был. Ну вот. Я приложила все, какие могла усилия, чтобы зазвать сюда сотрудников Третьяковской галереи Пушкинского музея. Результаты пока... Ну нельзя сказать, что ноль. Ну как минус один или там пить 0,5 процента. Потому что сотрудники Третьяковки попросили мне в результате, чтобы я им прислала видео, то, что мы дожили. Сухим пайком искусства. Значит, я... Хорошо, что есть видео с открытия, есть видео с выставки. Я вот пошлю им видео, а они по видео узнают этого художника. А дойти сюда вот никто из них не доходит. Ну ничего, вот я хотела просто затравку сделать. Сейчас хотела дать слово... Хочу дать слово Артему, чтобы он нашим действием вот сегодняшней беседы поруководил, поскольку его была идея. Ну а я буду помогать, поскольку кого-то я могу знать, кого Артем не знает. Да, Артем? Да. А просто тебе хотела дать вот обязательно сейчас слово, поскольку Артем очень много сделал, слава Богу, при жизни Георгия Александровича. Он успел с ним подружиться в самые последние-последние годы его жизни. И не просто подружиться, а много-много сделал. Он привел к нему иру музыку искусствоведа, которая написала первый труд о Георгии Александровича, будущей студенткой. И привел Сашу Балашова, коллекционера искусствоведа, который и сейчас занимается творчеством Георгия Александровича, который вешал эту выставку, делал экспозицию вместе с Артемом. Они вдвоем делали. Вот поэтому и Артему хочу дать слово. Спасибо. Артем Киракусов, художник, реставратор, писатель, поэт, педагог.